Парикмахер ТВ Его уже можно не представлять. Сергей Шапочка, его мастер-класс сегодня на паркете Парикмахер ТВ. Давайте. Сегодня я буду выполнять мужскую классическую форму, которая будет состоять из четырех этапов. Первый этап это создание базовой формы. К нему мы сейчас и приступим. И последовательно, как я буду двигаться по стрижке, я буду озвучивать на каком мы сейчас этапе и для чего нам нужен. Первое, с чего я начинаю, я расчесываю волосы все назад и выделяю себе контрольную, которая у меня располагается по центру. Задаем необходимую нам длину, выходя на длину, которая у нас будет на челке. Получится от короткого к длинному. Так как голова закругляется, мы должны этот момент учитывать. Делаем срез. Визуально оцениваем ту длину, которая у нас получилась. И если необходимо, дорабатываем. Меня устраивает та длина, которую я задал. Приступаем к следующему этапу. Так как у нас есть контрольная, теперь мы будем двигаться от соединительной зоны к нашей контрольной под углом. Каждая последующая будет контрольной для самой себя. В этой точке мы останавливаемся и от нее мы будем каждую последующую прядь подтягивать и простригать в предыдущие пряди. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы сохранить массу волос у краевой линии. Так как у нас у краевой линии мы видим изгиб. У кого-то бывает он, височная впадина бывает глубже, у кого-то меньше. И для того, чтобы компенсировать массу волос в этой зоне, мы должны ее сохранить, подтягивая все на предыдущую контрольную. Таким же образом простригаем с противоположной стороны. Для этого мы часть контрольной, которую мы простригали, перебрасываем в левую сторону, для того, чтобы мы могли ориентироваться, нам было легче. И начинаем работать от макушки. Мы помним, что у нас каждая последующая прядь является контрольной для самой себя. То есть мы ориентируемся на ту контрольную, которая у нас идет по середине. С точкой приближения к височной впадине мы каждую последующую начинаем перенаправлять на предыдущую контрольную прядь. Для того, чтобы сохранить массу нашей височной впадине. Расчесываем волосы и проверяем баланс и равномерность текстуры. Следующая наша зона, после того, как мы закончили работать с теменной зоной, мы переходим на висок и соединяем нашу теменную зону с височной. Каждую последующую прядь, работая в этой зоне, мы стрижем на базе. То есть мы не перенаправляем ее на предыдущую, мы стрижем ее как на своем месте, ориентируясь на контроль, который нас задается с теменной зоны. Мы видим наш контроль и делаем срез. Причина, почему мы не перенаправляем пряди на предыдущую, потому что нам не нужно набрать массу к линии, к точке над ухом. Поэтому всю височную зону от краевой линии до уха мы идем, двигаясь на своем месте. Каждая контрольная прядь. Дойдя до точки над ухом, мы будем перенаправлять каждую последующую прядь на предыдущую, для того, чтобы накопить немножко массы, так как у нас тут голова начинает заокругляться. Поэтому с этой точки мы начинаем перенаправлять. Макушку мы простригаем радиально и подтягиваем все, все волосы, на зону соединения виска и затылка. Мы простригли среднюю соединительную зону. Теперь мы будем стричь нижнюю часть виска. Начинать также будем от краевой линии, ориентируясь на контрольную, которая у нас получается с предыдущей зоны. Каждую последующую мы опять же стрижем на своем месте. Обратите внимание, что я сначала простригли единительную зону, потом начал стричь нижнюю височную зону. То есть мы движемся поэтапно. Одна зона, вторая зона, третья зона. Также мы будем двигаться и на затылке. Это дает нам больше детализации и контроля время стрижки. За ухом каждую последующую прядь мы подтягиваем к предыдущей пряди. Это то, чтобы накопить массу волос в той зоне, где голова у нас заокругляется. Набор массы за ухом позволит нам компенсировать округлость головы в этой зоне. И последняя прядь. Эту зону мы заканчиваем в точке зароста, создавая компенсацию округлости перенаправлением волос на предыдущую контрольную прядь в той зоне, где у нас голова заокругляется. И переходим на противоположную сторону. Эту зону мы стрижем таким же образом, как и предыдущую. Каждая последующая является контрольной для самой себя. И мы соединяем волосы с предыдущей подстриженной зоной. Дойдя до точки надухом, каждую последующую будем перенаправлять на предыдущую контрольную прядь. Всю зону макушки мы простригаем радиальными проборами, подтягивая каждую последующую прядь к предыдущей. С тех пор, пока у нас будут волосы, которые дотягиваются к нашей контрольной. Этот этап мы закончили. Теперь приступаем к нижней части височной зоны. До уха каждая последующая прядь является контрольной для самой себя. Ориентируемся на ранее подстриженные пряди в соединительной зоне. Все волосы, которые за ухом, мы подтягиваем на предыдущую контрольную прядь для того, чтобы скомпенсировать округлость головы, набрав массу за ухом. Следующий этап это стрижка затылочной зоны. Начинаем мы разделением центральным. Мы будем так же стричь, как и теменной с височной. Первый этап, второй этап, третий. Мы видим самые короткие волосы. Это те волосы, которые мы стригли на теменной зоне. Ориентируясь на них, я буду простригать свою контрольную прядь. Следующая прядь, подтягиваем ее на предыдущую и состригаем. Простригая эту зону, подтягивая каждую последующую прядь к предыдущей, мы набираем массу точки за округление головы. Мы знаем, что мужская форма должна быть более угловата, чтобы соответствовать более мужественным чертам. Соответственно, мы создаем более угловатые квадратные формы. И обратите внимание, затылок я простригаю, тоже создавая угол на макушке, для того, чтобы у меня профиль был более плоским и вытянутым. Начинаем среднюю зону. Так как мы задали контрольную прядь по центру, от нее мы начинаем и двигаться сначала влево, потом вправо. Стараемся стричь на внешней стороне пальцев. Таким образом, нам будет легче выдержать форму и не уйти в радуировку, а создавать чистые слои. Так же, как в предыдущих зонах, я начинаю с центральной контрольной пряди и двигаюсь к краевой линии, соединяя предыдущую зону с краевой линией роста. Эту зону мы стараемся тщательно подобрать всю на пальцах. Если у нас есть волоски, которые дотягиваются и мы можем их захватить, мы должны их выбирать. Для того, чтобы нам легче было работать в дальнейшем. И начинаем перепроверку. Перепроверка это последовательная процедура, которую мы начинаем от виска, двигаясь к теменной зоне, потом точка над ухом, поднимаясь вверх, потом линия за ухом, поднимаясь также к макушке. Также мы повторяем с противоположной стороны. Потом мы приступаем к затылку и проходим от середины вверх, потом правая сторона, левая сторона. Таким образом мы сейчас пройдем всю стрижку, перепроверяя себя. мы видим, что наша форма получилась забалансированная по силуэту. Форма достаточно плоская, не округлая в тех зонах, где она не должна быть округлая. Также равномерная текстура. Теперь мы начинаем тушевку. Будем ее выполнять колонками. Первая, вторая, третья. Двигаясь таким образом, мы можем лучше контролировать тушевку на каждом этапе. Благодаря этому у нас она будет более чистая и лаконичная. На финальном этапе тушевки мы меняем расческу. Благодаря тому, что она очень тоненькая и сходится как будто бы на нет, мы можем очень аккуратно детализировать краевую линию окантовки. На финальном этапе мы будем работать машинкой поверх расчески для того, чтобы плавно сполировать и придать завершающий вид всей форме. После того, как мы закончили выполнять тушевку, следующий этап это будет челка. Сначала мы зададим длину, которая нам необходима, потом прострягаем ее в одну сторону и таким же образом в другую. в другую. В другую. В другую. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok После того, как мы простригли челку, мы высушиваем волосы и расчесываем их по направлению так, как будет носить наш клиент Schwarzkopf Professional Together, a passion for hair MikeMacherTV 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 Продолжение следует...